Все готовы? Да. Ну что ж, начинаем пресс-конференцию. Первая у нас Мария Вадеева. Маш, два слова, почему такая игра получилась очень напряженная? Ну да, дали мы сегодня вам понервничать первые три, наверное, вот, периода. Но не ожидали то, что Буш так сыграет в первой половине, вот, то, что у них пойдет игра, вот, и, ну, мы плохо сыграли в защите эту половину, но потом собрались после большого перерыва и взяли свое. Вопросы есть, Маша, или давайте отпустим? Мария, значит, что тебе удалось в четвертом периоде выиграть, почему такое резкое? Ну, я считаю то, что за счет ребаунта, ну, подборов, на английском, вот, и, конечно, начали попадать лидеры, ну, мы, наши команды, вот, мы поэтому выиграли. Во Франции такого не стоит? Ну, что будет во Франции, уже посмотрим. Все, Маша, спасибо, отдыхаем. Все, спасибо. 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 ... Динамо Куск. Кто тут сильнее всех? Динамо Куск. Кто тут лучше всех? Динамо Куск. Кто тут сильнее всех? Динамо Куск. Динамо наше. Мы ждем от тебя победы. Валерия Данье и Джоанна Литхен. Пожалуйста, вопросы о игроках. Все это было разнообразно. Возможно, что ты не можешь победить 23 раунды в других командах. Это очень сложно для нас, потому что мы сделали хороший мат. И если у вас есть статистику, то мы не имеем ввиду. 28 секунд-поинтов, это для того, чтобы они вернулись в мат. И они смогли победить. Это шум. Извините, вы не можете перевести. Моя больно. Она говорит, что это была действительно потрясающая игра. И они ожидали, что будет такая борьба. Но согласно статистике, и мы сами видели в игре, что проиграли немного подборы в нападении. И это не оставило им шансов дальше сражаться. И это и стало причиной проигрыша. Это достаточно для меня. Я могу говорить в франции. Я могу говорить в франции. Да, хорошо. Потому что мы его играем без двух наших лучших выборов, которые были Диандра Тонтан и Тареса Досантос. Хорошо. Так что это была хорошая перформанса, после очень тяжелого путешествия. Она говорит, что также согласна с игроком, что игра была действительно замечательная. Но два игрока, Досантос и Чачанг, сражались под кольцом, немножечко упустили. Но можно это объяснить также, что путешествие в Курск, поездка в Курск была для них очень тяжелой и физически. И можно это можно сказать причиной. После того, чтобы победить в Курске, после победителя в Курске, после победителя в Курске, это абсолютно невозможно. Они отметили 22 points. Это невозможно. И второе, что мы потерялись от ротации. И с тяжелой, мы потерялись от ротации. И мы потерялись от ротации, которые могли быть важными для нас. Она также говорит, что действительно проиграли немножечко в защите, потому что сражаться против Курска всегда тяжело в защите. И во-вторых, ну уже идут тяжелые игры, и действительно уже нет шансов на ошибку. Где-то оступились, и в итоге происходит спад. Вот. И в результате, я очень рада, что мы делаем сегодня, потому что мы делаем 30 минут. И это не было для всех, поэтому мы должны расположиться, потому что для нас, это будет тяжело, потому что для нас, чтобы играть в два года. Окей, декабль. Она говорит, что немного не хватило ротации, так как несколько игроков пришлось им играть без замены, и также защищаться с усиленной силой. Конечно же, они и устали, это выездная игра, путешествие, все это сказывается. Но у них есть еще шанс домашняя игра, поэтому увидим. И еще разумеется. 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 идут на вылет, и очень тяжело противостоять такой команде, как мы, с нашим уровнем, действительно, высоким игрой. Поэтому, естественно, она надеется, но все покажет игра. Какой план был на этот матч, ведь три четверти действовало? Какой план был вы в этом матче? Какой план был у нас? Да, да, да. Какой план был у нас? Да, да. Что вы... А в английском. время с Орамбургом, и мы увидим, что мы видим в конце. Ну, все решила концовка, поэтому план, естественно... Это секрет. Мы не можем сказать вам. Она оставит все-таки, прибережет на следующий день. Если бы Лилкин реализовал бы этот быстрый прорыв концовки, была бы самоконцовка была бы тренерной? То есть, вернее, смогли бы выбрать свой концовки? В чём вопрос? Простите. Если бы Джон заброшил, если бы на финальной атаке мяч... Итак, если бы Джон получил последний момент, в последний момент, в последний момент, то, наверное, последний матч был... Да. И если бы другие игроки получили дефенсивную атаку... И вот, много проблем. Это не на последний матч, а на последний матч. И не забудьте, что для Джо, это первая игра после долгого восстановления, после травмы, после 3 месяца она не играла. Но, да, возможно, это повернуло бы игру в другое русло. Но эта игра... Что случилось, то случилось. Хорошо. И хотел бы спросить, чтобы тренер рассказал про 18-летнего врага, который сегодня очень много забросил очков. Пожалуйста, расскажите нам о 18-летнем игре. Да. Да, да, да. Это молодая игрока, как Вадеева. И они, может быть, два отличных игроков в некоторых годах. Да, она также молодая игрока, талантливая, как и Вадеева. И может быть за ней... У нее будущее. У нее будущее. У нее будущее. У нее будущее. 18, да. У нее также 18 лет. В этом сезоне она только забросила, или это первый раз. То есть это была ее рекорд в этом матче, или в этой сезоне она уже победила? Нет, нет, нет. Я думаю, что это была рекорд в 19, но она может победить 12, 14 в чемпионате, или в французском чемпионате, или в Европе. Да, она победила. Она победила. И мы хотим держаться в Франции. И мы хотим держаться в Франции. Да? А сравниваем нашу команду. ГМК, двух сильнейших. Я думаю, что это не относится к вере. Давайте поговорим с Сандерсом. Скажите, зачем, соответственно, это был очень короткий. Родстер команды в этом матче не сыграл с Десуантос. Почему девятерам сегодня? Хорошо. Почему вы играли с 9 игроками? Почему в Европе? Потому что Клариса Досантос, наш лучший противный и оффенсивный обвинитель, у него болезнь на ноги. Диандра Чачуанг у него болезнь на ноги. И последний игрок Сара Шевожон, и последний сентябрь – у него болезнь. Потому что два игрока травмированы, у Досантос травмирована нога, у Чан Чун, да, травмировано колено, они бы могли постражаться в защите, но травмы не позволили им этого сделать, поэтому играли в Девчон. Все? Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМО КУС Кто тут сильнее всех? ДИНАМО КУС Кто тут лучше всех? ДИНАМО КУС Кто тут сильнее всех? ДИНАМО КУС Итак, продолжаем. Главный тренер Курского Динамо, Лукас Мандела. Пожалуйста, Лукас, командарь обыгрива в целом. ДИНАМО КУС АОТОРОН Главный тренер Курского Динамо Это было очень типичная игра, но vierтов финала, слишком много нервов, Главный тренер Курский Динамо У нас нет никакого нет, он играл в сломале. У нас нет ничего не было, это было просто потенциально. И мы, Мы вышли на площадке очень вероятны и не хватало силы, не хватало доверия к команде. Как будто это просто обязанность. Мы не наносили ответный удар и не входили под колцом, просто бросили из-за лика. И, особенно, в защите. Мы лучшая защита в Оролиге и у нас были 43 пункта. У нас были 60 пунктов. У нас были 40 пунктов. У нас были 40 пунктов. У нас были 60 пунктов. У нас была 50 пунктов. У нас были 40 пунктов. У нас была 1 пункта. И, тем более, мы была самая сильная команда в Оролиге. И до большого перерыва они уже имели счет на 43 валов. И эта команда, которая обычно, когда играет не дома, у них всегда получается счет на 60 валов. Потом уже изменили планы на сошиты, на атаки, персональные сошиты и все такое, и уже получили результаты. И уже посмотрели, что их счет уменьшился, они только бросили 27 очков. Ну, мы играли, нервные были очевидны, но уже на большой перерыве разговаривали и сказали, мы нехорошо играем, надо собраться и победить. И команда была, даже не смотря на мучения, на нервные, они могли собраться и выиграть эту матчу. И, в конце концов, в плей-офф, то, что важно, это выиграть, не важна разница. Правда говоря, что это трудно продолжать с такими менталитетами, выиграть после такой непобедимой... В этой игре очень слабо было разговаривать штрафные броски и почему так мало было дальних бросков? В этой игре очень слабо было разговаривать штрафные броски и мало дальних бросков? В этой игре очень слабо было разговаривать штрафные броски и малые броски. Да, именно это мы говорили на большом перерыве, что Динамо решили играть легко, они и другая команда решили идти со всеми силами. И поэтому был такой результат. То есть, в конце концов, мы смогли recuperать нашу эспири, и смогли играть один против один, сделать ошибки и поставить ганасты. И уже в конце концов, команда уже получилась вернуть такая душа в команде. И поэтому мы и этот штрафные броски сделали, и тоже дальние. Получилось хорошо. Они играли немного на это. Оставать их в каких-то местах, чтобы не потенцировать. Чтобы мы играли плохо. Чтобы мы играли легко. И нам не потеряли тенсию. Они играли на это. И у них было хорошо. Тактика другая команды была, допустить нас бросать, чтобы мы расслабились. И они потом наносили две удары. И это была очень хорошая тактика. Смотрели уже. И они очень точно наносили бедный удар. Но, несмотря на то, что эта тактика была хорошая, они все равно в конце проигрывали. Теперь игроки уже знают против кого играют. И на следующий матч они будут на максимальном уровне. И мы уже посмотрели последние 12 минут игры. Теперь надо эти 12 минут продлить без матча. Но в следующий матч будет еще труднее. Потому что здесь, когда они были не дома, такая игра они оставили. Но в пятницу мы знаем, что это будет еще сильнее. И поэтому мы будем оставать наш пот и кровь на площадке. И еще. Все. Вопросов больше нет. Лукас, спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.